Доброе утро, друзья! 22 июня в России отмечают День памяти и скорби. Именно в этот день, 83 года назад, началась Великая Отечественная война, которая унесла более 27 миллионов жизней жителей нашей страны. И сегодня в нашей программе мы поговорим об уроках Великой Отечественной войны, и мы заодно узнаем о том, как хорошо знают историю нашей страны молодые жители Карачаевой Черкесии. К нам присоединяется гость, который с удовольствием представляю. Это преподаватель истории гимназии номер 17 города Черкеска Александр Лисовой. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Александр, вот о чем хотелось бы с вами поговорить. Ну, тем у нас с вами будет много, но вот хотелось бы из чего начать. Мы отмечаем День памяти и скорби, и что мы видим, что происходит сегодня в мире? Повсеместная фальсификация истории, да? Историю переписывают заново, и роль победы Советского Союза над Германией практически сводится к нулю. Вот что мы увидели недавно, да, в событиях, которые произошли во Франции. Оказывается, фашизм победили, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки. Про Россию, про Советский Союз никто не упоминает. Есть такой очень интересный факт. После военной Сталинград, то бишь нынешний город Волгоград, приезжает никто иной, а президент Франции Шарль Деголь. Именно лидер сопротивления Франции. Вы знаете, когда Деголь приехал, очевидцы рассказывали, и многие ветераны, были приглашены многие ветераны, они видели своими глазами, он чуть не плакал. Он встал на колени и сказал, спасибо тебе, Сталинград, за то, что ты спас мою Францию. Вот так. Это были его слова в начале 90-х годов, когда все наши учебники истории писались на гранты господина Сороса. Но там понятно, что Советскому Союзу там отводилась второстепенная роль, что якобы Советский Союз никакого вклада не внес в нашу великую победу, что решающая битва была не под Сталинградом, а в местечке Эль-Аламейн, что на территории Египта, Северная Африка. Так вот это получается самое главное, чему учили тогда учебники истории. А вот смотрите, Александр, а сейчас, что происходит сегодня? Помните, какая битва за учебники истории была совсем недавно? Да, 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 совершенно верно. И вот скажите, как сегодня изучают историю школьники Карачаево-Черкесии? Сколько часов отводятся на изучение той же Великой Отечественной войны? Потому что помните наше время, да? Любой школьник на зубов узнал все, что касается Великой Отечественной войны. Даты, сражений, крупных военачальников, абсолютно все. Сейчас школьники это знают, как вы считаете? Я думаю, что да. И если можно, я приведу на примере нашей гимназии номер 17. У нас есть специализированные классы, которые особенно глубоко изучают историю. В специализированных классах у нас отводится 4 часа. В других классах, допустим, у которых там другая специализация, там изучение физики, химии, математики, ну там отводится чуть меньше, там 3-2 часа. Но во всяком случае дети прекрасно знают, кто является победителем в данной войне, начало Великой Отечественной войны и нашу Великую Победу. Дату нашей Великой Победы, это дата 1945 года. У нас еще есть прекрасный школьный музей, я являюсь его руководителем. И в нашем школьном музее есть целые разделы, которые именно посвящены Великой Отечественной войне. И там даже есть целый раздел, посвящен Великим Маршалам Победы. Именно Великим Маршалам Победы. Ну и, конечно же, сыновьям и дочерям нашей Карачаво-Черкесии. Вот, Александр, меня всегда поражало, когда различные соцпроцессы проводят в России, да, и молодые юноши и девушки не знают элементарных вещей. Вот просто я поражалась. Они не знают, кто такой Ленин, кто такой Сталин, не знают, кто написал Евгения Онегина. Казалось бы, прописные истины. Ну вот мы решили выяснить, насколько хорошо знают летопись Великой Отечественной войны молодые жители Карачаво-Черкесии. И провели опрос на улицах города Черкеска. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Давайте. Какую дату мы отвечаем? 22 июня. Что произошло в этот день? Начало Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. Произошла Великая Отечественная война. Какую дату мы отвечаем? 22 июня. Что случилось в этот день? Я не знаю. 22 июня началась Великая Отечественная война. Какие самые крупные сражения вы знаете? Битва под Сталинградом, битва под Москвой, под Курском, ну и вроде все, которые пока что я помню. Битва под Москвой, Сталинградское сражение, битва за Севастополь, блокада Ленинграда, естественно, и прорыв блокады Ленинграда. Курская битва, блокада Ленинграда, ну и Берлин. Какие самые крупные сражения Великой Отечественной войны вы знаете? Самые сильные сражения? За Берлин, Сталинград тоже и может Московская. Битва под Москвой, битва за Сталинград, блокада Ленинграда. Каких крупных военачальников времен Великой Отечественной войны вы знаете? Рокоссовский, Конев и Жуков. Рокоссовский, Жуков, Конев. Жуков в то время был или позже? Я вот не помню. Жуков. Жуков, Рокоссовский. Маршал Жуков, Погромян, Рокоссовский, Конев. Кто принимал парад Победы на Красной площади в 1945 году? Сталин. Жуков. Сталин. Жуков. Кто принимал парад Победы в Москве в 1945 году? Сталин. Маршал Жуков. Ну вот видите, Александр, не на пятерочку, конечно, знают, но в основном-то знают, да, и основные события знают все-таки, несмотря ни на что. Нет, на пробелы в образовании, которые мы знаем, почему были, да, и над которым предстоит работать всей страной. Вот. Тем не менее, вот все-таки отношение к ветеранам, ко всему, что касается Великой Отечественной войны в нашей республике, в Карачао-Черкесии, все-таки трепетное. Вы согласны со мной? Я с вами полностью в этом согласен, потому что действительно сохраняется память, которая передается из поколения в поколение, и я даже могу сказать на примере наших учеников. Я это сам видел, вот в тех классах, где я историю преподаю, и мне, вы знаете, очень приятно, то, что они вот сохраняют память о героях, о своих героях, о родственниках и о Великой Отечественной войне в целом. Ну и в продолжительнейшей теме я хотела бы подтверждение тому, чтобы мы посмотрели небольшой сюжет. Несмотря на каникулы, ребята из школьного лагеря села Красный Восток считают своим долгом навести порядок у памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. На Белиске высечено почти 500 фамилий. Именно столько жителей этого небольшого села ушло на фронт защищать свою родину. Большая часть из них навсегда осталась лежать на полях в сражении. Домой в Красный Восток вернулось всего лишь 192 человека. Воевали честно. За проявленную храбрость и мужество многие из них были удостоены высоких правительственных наград. У нас есть житель села, был житель села Бижанов Керим Дагулович, он полный кавалер ордена славы трех степеней и Аджубек Автама, у него орден Ленина. Среди фамилий на Белиске высечено и имя Рамазана Закиревича Карданова. Его правнучка Азиза с гордостью рассказывает про своего прадедушку. Мой прадедушка Карданов Рамазан Закиревич воевал всю войну. Он долгожитель, у него было много наград. Хоть я его не видела, но я горжусь своим дедушкой. Павшие герои – это люди, которые пожертвовали своей молодостью, своей жизнью для того, чтобы мы могли работать, учиться под мирным небом, объясняют ребятам учителя. Их подвиг бессмертен. Патриотическому воспитанию, уважению к истории своей страны в Красном Востоке уделяют особое внимание. Мы рассказываем им о людях, которые пожертвовали собой ради этого. Мы показываем им кинохроники военных лет. Помимо этого у нас очень много мероприятий идет. Это и военно-патриотический месячник, который проходит в январе-феврале месяце. Он очень насыщенный. Это и открытые уроки, и внеклассные мероприятия. Это и конкурсы стихов, конкурсы песен военных лет, это конкурсы рисунков, сочинений. В общем, есть что сделать. Кроме того, в школе проводятся обязательные мероприятия в День Победы. Возлагают цветы к памятнику погибшим учителям, которые находятся на территории школы. Проводят экскурсии в зал боевой славы, школьного музея. В субботнике возле обелиска павшим воинам тоже традиция. Мы стараемся держать территорию памятника в чистоте и порядке. Мы приходим сюда на субботник. У нас работа идет весь год. Учебный год заканчивается, работа все-таки продолжается. С началом лагерной смены мы продолжаем эту работу. Вот мы сегодня сюда пришли с воспитанниками лагеря. Это уборка, но помимо этой уборки, это, наверное, дань памяти и уважения всем тем, кто ради нас пожертвовал своей жизнью. У нас в селе, наверное, нет ни одной семьи, которая бы обошла трагедия. Вот эта трагедия стороной. И эти дети, это для них не просто памятник, это воспоминания о дедах и прадедах. И мы бы хотели, чтобы в наших детях они уже не видели живых ветеранов. Они не слышали их живых рассказов о войне, о том, как это было. И мы бы хотели, чтобы в них продолжала жить память о прошлом. Согласитесь, Александр, мы тоже сейчас живем в непростое время. Идет спецоперация. И мы очень часто снимаем, я считаю, героев нашего времени, бойцов, которые принимали непосредственно участие в спецоперации, воевали, были ранены кто-то, а они опять возвращаются в строй. Люди разные, вот разных профессий, разного возраста. Но что меня поражает больше всего в них, вот этот неистребимый дух и вера в победу. Вот они абсолютно все говорят, что Россия не просто выстоит, хотя, помните, в нее сражаются сколько стран, да? Она не просто выстоит, она обязательно победит. И вот в нашем обществе существует такое устойчивое мнение, я считаю, что Россия никогда и никому не проигрывала. Это действительно так. Давайте поставим все точки над «и». Ну давайте. Если позволите, мы сейчас с вами совершим экскурс в 1240 год. Именно в этот период, в устье реки Нева, где сейчас находится, где сейчас расположен нынешний город Санкт-Петербург, на кораблях пришли шведы. Ну они сразу же высадились, так как данная территория была населена многочисленными племенами и чуть подальше находились границы новгородского государства. Ну естественно, тут понятное дело, да, с чем шведы пришли. Они пришли с мечом в руках. Узнав об этом, новгородский князь Александр Ярославич быстренько, он довольно-таки оперативно оценил обстановку и разгромил шведов на берегу реки Нева. И после этого его прозвали Александр Невский. Это было первое столкновение Руси, как сейчас говорят, с коллективным западом. Да, вот это было первое столкновение с Западом. Затем эпоха Петра Первого. Она ознаменовывается тем, что эта знаменитая Северная война тоже опять-таки против шведов. Мы тут видим снова действующие лица, наши старые знакомые шведы. Война продолжалась ровно 21 год и увенчалась успехом России. Мы наконец смогли выйти на побережье Балтики. А вот для чего нам нужно было это Балтийское побережье? Чтобы проводить полноценную торговлю со многими странами Европы. То есть мы победили? Мы победили. Мы вышли однозначно 100% с этой войны победителями. Мы победили. Более того, мы даже спасли Прибалтику. И ее население нынешнее. Сейчас, к сожалению, в Прибалтике эти националистические профашистские режимы, они почему-то не желают вспоминать, что ведь Прибалтику от порабощения со стороны тех же немцев, шведов, их именно спасла Россия. Если бы они не вошли в состав России, то от них бы ничего не осталось. И мы вышли победителями. Последняя русско-шведская война, годы начала 1888, годы окончания 1809. Чем эта война была знаменита? Тем, что в состав России мы закрепили за собой земли Балтийского региона, и в состав России вошла Финляндия. Мы победили, можно сказать. И ряд других земель были к нам, которые ранее были оторгнуты Швецией во времена Смутного времени. Это и после череды русско-шведских войн с середины 17 века. То по результатам вот этой последней русско-шведской войны мы окончательно эти земли закрепили и снова вышли победителями. Ну, как говорится, нужно правде смотреть в глаза, какая бы она ни была. Есть правда горькая. Не хочешь, но нужно. Я бы сказал, что все-таки было две войны в истории нашей страны, в истории Российской империи, которую наша страна, к сожалению, проиграла. Это Крымская война и русско-японская. Ну, начнем с Крымской войны. На тот момент, на начало Крымской войны в России правил Николай I Романов. Он рассчитывал на поддержку Джорджа Абердина, премьер-министра Великобритании, Англии. Ну, они с ним были как давние приятели. И почему-то Николай I наивно полагал, что англичане меня против турок поддержат. Но он забыл тот самый один известный факт, что вот когда в России была череда русско-турецких войн, это середина и конец 18 века у нас, вообще мы с турками воевали где-то раз десять. И с этих войн мы выходили победителями. Мы разбивали турок, как говорится, на раз-два. Выходили победителями с этих войн, и он забыл тот факт о поведении Англии и Франции. Поведение Англии и Франции, оно было сравнено с поведением женщин легкого поведения, которые сегодня и с тобой хотят дружить, и с другим хотят дружить. Вот, допустим, такой факт. Тут же они говорят тому же Николаю I, мы вас поддержим там против турок. Потом они резко переметнулись на сторону Османской империи. На вопрос, почему мы проиграли эту Крымскую войну, я, так как у нас, к сожалению, время ограничено, хочу сказать кратко, то, что в техническом плане русская армия продолжала отставать от армии той же Великобритании, Франции. Более того, на момент вступления, ведь та же Франция и Великобритания, они же все-таки в январе 1854 года, они выступили на стороне Турции. И знаете, какой был предлог самый интересный? Под флагом за сохранение территориальной целостности Османской империи. Что-то напоминает. Что-то напоминает, да? И второй такой факт печальный, после Крымской войны мы, к сожалению, проиграли русско-японскую войну. Русско-японская война, я напомню, начало 1904 год, 1905 год. И главная политика руководства Японии, это было создание Великой Японии, чтобы в состав Японской империи вошло как можно больше южно-азиатских, восточно-азиатских государств, это и Китай, и Корея, и так далее. И она их начала стремительно пытаться поглощать. А тут ей мешала Россия. И в результате это привело к столкновению двух держав. Русско-японская война. Но, к сожалению, наша страна тоже проиграла русско-японскую войну. Мы были так же, у нас не хватало техники? Да, в техническом плане многие наши адмиралы, генералы, они не один раз обращались и к императору Николаю II, что нам нужно провести военную реформу, нам нужно перевооружить армию. Многие наши военные суда, корабли были устаревшими, нам не хватало вооружений. А на тот момент, это печально, но факт стоит признать, в русской императорской армии процветало казнократство и коррупция. Знакомые вот эти, к сожалению, русские. И поэтому, да, мы, конечно, тоже, наши солдаты, наши матросы проявляли настоящий героизм. Они были настоящими героями. Да, пусть в техническом плане армия России, царской России, была и слабо вооружена, но у нас было главное оружие, это героизм. И благодаря этому героизму смогли выстрелить, да, по результатам русско-японской войны мы потеряли Южный Сахалин, Курильские острова, ряд других территорий. И опять-таки их все-таки вернули. И опять-таки их вернули в 45-м году, когда, видите, как вот справедливо крутится колесо истории. В 905-м мы это проиграли, в 45-м мы обратно это все вернули. Дорогие зрители, хотела вам напомнить такие вот интересные факты, которые касаются Великой Отечественной войны. Вот про что вы говорите. Героизм простых русских солдат, да? Да. Ну и, конечно, талант. Советских солдат, да. Талант руководителей военачальников тоже нельзя списывать. Ну и все-таки про русский неизбывный дух российский. В сражении против Германии вот как продержали страны. Югославия 11 дней, Бельгия 18 дней, Греция 24 дня, Польша 27 дней, Франция 1 месяц и 12 дней, Норвегия 2 месяца и 1 день. Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней, а вот Советский Союз в войне продержался 4 года, 1418 дней и завершил войну в логове врага. Германия капитулировала. Вот такие факты, это достоверные факты исторические. И я считаю, что вот такие факты нужно знать каждому из нас, передавать, рассказывать о них нашим детям, чтобы они понимали, в какой великой стране они живут. И что российский дух сломать невозможно. Важный урок, как вы считаете, Александр? Конечно, это очень важно. Я поддерживаю, как говорится, на все 100%, то, что каждый ученик, каждый наш юный гражданин, да и взрослый человек, мы должны гордиться нашей страной. Мы должны гордиться нашей богатой историей. У нас есть на кого равняться, и у нас есть свои примеры. Спасибо вам, Александр. Если у нас будут в школах работать такие учителя, думаю, дети наши, правда, будут знать. Спасибо. Ну, а мы будем вам помогать. Спасибо большое. Ну, что ж, Александр, дорогие зрители, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был преподаватель истории гимназии номер 17 города Черкеска Александр Лисовой. Александр, вам спасибо. Я желаю вам хороших, любознательных учеников. Спасибо большое. А вам, дорогие зрители, хочу пожелать, чтобы вы почаще напоминали своим детям, нашим детям, в какой великой стране мы живем. Таких больше нету. Так что всего доброго. До новых встреч.